Здравствуйте, с вами Марина Романюк. О том, как началась неделя, мои коллеги, я расскажем вам прямо сейчас. Непринятый закон о QR-кодах и компенсации за осложнение после вакцинации. Какие новости в январском законодательстве расскажет Максим Васильев. Погрязли в мусоре. Улицу Стройкова засыпала не только снегом, но и отходами. Почему не вывозят контейнеры, разбирала Исанна Герцовская. Ореховские забавы. Ледовые скульптуры от московских архитекторов рассматривал Герман Гущ. Власти перепишут федеральный закон о QR-кодах. Без них предлагается все-таки разрешить гражданам посещать общественные места, но с отрицательным ПЦР-тестом. Компенсацию в случае поствакцинальных осложнений предлагается увеличить с 30 тысяч рублей до 3 миллионов в случае смерти, с 10 тысяч до миллиона при наступлении инвалидности. QR-коды необходимо будет выдавать всем россиянам с антителами. И если эти инициативы еще обсуждаются, другие январские изменения уже четко прописаны. О них расскажем далее. Одно из главных изменений начала года – повышение минимального размера оплаты труда на 1098 рублей. Таким образом, род в 2022 составит 13 890. Станет больше и величина прожиточного минимума. В целом по стране это будут 12 654 рубля. Эти изменения автоматически увеличат ряд привязанных к величинам выплат на детей. Повышение затронет пособия по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до полутора лет. Кроме того, проиндексирует ежемесячные выплаты малообеспеченным беременным женщинам на детей до трех, от трех до семи и от восьми до семнадцати лет. В России начинает действовать единый федеральный информационный регистр. Он будет содержать фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, полц, НИЛС, ИНН, гражданство и семейное положение граждан, то есть общие данные, которые будут собраны воедино. Новую информацию собирать не будут. Закон упростит получение субсидий и льгот и уменьшит бумажную волокиту. Новый федеральный закон вводит запрет на автоматическое списание единовременных социальных выплат в счет погашения задолженности. Соответствующие поправки были разработаны по поручению президента России Владимира Путина. Теперь банкам будет запрещено самостоятельно управлять этими выплатами, если только сам гражданин не решит направить их на погашение задолженности. Даже если заемщик в договоре подтвердил согласие на списание средств, он сможет в течение 14 дней обратиться в банк и вернуть социальные выплаты. Они должны быть перечислены ему в течение трех рабочих дней. С января 2022 года закон вводит в Уголовный кодекс новую статью. Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами и усиливает ответственность для лихачей на дорогах. Наказанием для рецидивистов, тех, кто ранее уже нарушал, станет лишение свободы на срок до двух лет. С лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Кроме того, законом предусмотрен штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей. Тем же нарушителям, кто уже за это был судим, будет грозить лишение свободы на срок до трех лет со штрафом до 600 тысяч рублей. Неубранные после снегопада дворы не самая серьезная проблема горожан. Если даже снег не уберут, то рано или поздно он растает. А вот перебои с вывозом мусора, к сожалению, круглогодичные. Неприглядную картину можно наблюдать в частности на улице Стройково возле дома номер 49. Крупногабаритный мусор, бытовые отходы, детские вещи, различные коробки, бутылки. Многометровая свалка, по словам местных жителей, не вывозится с прошлого года. Как встретишь Новый год, так его и проведешь. Местные жители надеются, что это крылатое выражение не станет девизом их двора в этом году, потому что уже сейчас они негодуют от свалки, которая распространилась далеко за пределы мусорной площадки. Фотографии всего этого возле дома номер 49 на улице Стройково рязанцы выложили в соцсети. Горожане заявляют, что ни региональный оператор Экопронск, ни управляющая компания не желают решать вопрос по вывозу мусора. Первые туда проехать якобы просто не могут, а вторые просто разводят руками. Тем временем многие мусорные мешки, да и часть отходов уже примерзли к проезжей части, а самих баков практически не видно за горой мусора. Между тем местные жители продолжают оплачивать услугу, которая по факту не оказывается. А вот другие рязанцы решили свою проблему во дворах кардинально, правда касается она уборки снега. В недостоево люди объединились с управляющей компанией и помогли расчистить территорию. К сожалению, здесь на Стройково проблему с мусором так не решить. В отличие от снега, эти постновогодние горы не растают самостоятельно. Так что куда девать отходы местные жители не знают, поэтому и продолжают сваливать мусор в общую кучу. И очень надеются, что после того, как мусорная проблема будет освещена в СМИ, на нее обратят внимание. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Пора лесных пожаров в прошлом году зацепила Рязанскую область лишь отчасти, но даже в таком, можно сказать, облегченном режиме природоохранная прокуратура нашла у лесничеств нарушения. Может, расслабились, может, не доглядели, но в Бельковском, Криушинском, Клепяковском лесничествах в планах на работу с лесными пожарами в прошлом году не было четкой информации. Кто где и за что отвечает. В них не были учтены такие необходимые для оперативного принятия мер по тушению лесных пожаров сведения, как сведения о расстоянии в километрах от противопожарных водоемов до ближайших населенных пунктов, о доступном количестве воды для забора в период пожара, о состоянии и месте расположения мест подъезда к противопожарным водоемам. То есть, эти все необходимые сведения также не были включены в сведения о лицах, ответственных за состояние противопожарных водоемов. По представлению Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуры, ошибки лесничествами исправлены. В планах на тушение лесных пожаров в этом году вся информация появится в полном объеме. В Рязанском доме белого аиста на зимовку в этом году остались шесть птиц. Питомник – это не только приют, но еще одновременно спецпроект, цель которого – ввести аистов в экосистему нашего региона. О том, как проходит зимний день пернатых в доме белого аиста, Герман Гущин. Пернатые питомцы дома белого аиста зимний день проводят в свое удовольствие. Впрочем, какой-то гиперактивности от них ждать не приходится. Все-таки зима. Орнитолог Антон Барановский говорит, что в холодную пору аисты менее подвижены и чаще всего проводят время в теплых домиках. У нас сейчас на зимовке находятся шесть аистов. Из них четырех мы видим здесь, в том вольере, где мы сейчас находимся. Это две самки, которых мы взяли в прошлом году в Москве из московского орнитария в Сокольниках. И два молодых аиста. Одна из них тоже самочка Тамара. Она у нас родилась в прошлом году здесь. И вот в отличие от двух других, которые тоже с ней вместе росли, там три птенца была, она на юг не полетела, осталась здесь. А в другом вольере это родители молодых аистов, пара Гоша и Руслана. В каждом вольере есть относительно теплые домики, которые температуру держат градусов на 15-17 повыше, чем вокруг. Там имеются обогреватели. И большую часть времени аиста находятся там. Самая комфортная температура для аиста в зимний период от нуля до минус 10 градусов. Ежедневно птица съедает около 400 граммов специального корма. Хотя питательный рацион зимой в основном не отличается от летнего, уточняет Антон Барановский. В основном это разнообразные куриные продукты, овощи, фрукты, а также любимый деликатес аистов – мороженая килька. Смысл вот этого проекта, он заключается как раз в том, чтобы вот в этом районе создалась популяция диких, нормальных, хорошо летающих аистов. Вот. Для этого мы вот в разных местах набираем аистов, которые по каким-то причинам попали к человеку. Вот. Большая часть из них травмированные, которые не могут уже летать и никогда не полетят, но они могут размножаться. И вот одна такая пара у нас размножается. Вот. Она каждый год производит птенцов, птенцы улетают. Вот. Ну и ждем, что кто-нибудь из них вернется. Кроме того, дом белого аиста – это такой всероссийский лазарет. Здесь собирают и лечат птенцов со всей России. Отсюда уже выпустили больше десятка таких птенцов. А четыре аиста летом даже вернулись в гнездо, где провели летние выходные. Рязанские орнитологи очень надеются, что выпущенные летом аисты снова прилетят в гнездо и подарят новое потомство. Герман Гущин, Игорь Глотов, телекомпания «Город». 15 января 2011 года вступил в силу федеральный закон о Следственном комитете Российской Федерации, подписанный 28 декабря 2010 года. Это стало поводом внести в российский календарь еще одну праздничную дату – День образования Следственного комитета Российской Федерации. Профессию следователя выбирают не только мужчины. Хорошо выходит раскрывать преступления и у представительниц женского пола. Чуть свет уже на рабочем месте. Город затихо, готовится ко сну, она еще в кабинете. Быть следователем Светлана Бирюкова выбрала сама и проделала к своей цели большой путь. Еще со школы я мечтала работать в правоохранительных органах. Конечно, не сразу в профессии следователя. Это уже пришло со временем, когда стала проходить практику в следственных отделах, в прокуратуре, в суде, посмотрела, соответственно, все мне понравилось и уже целенаправленно шла к своей мечте, можно сказать так. Это не профессия просто, а образ жизни уже, можно сказать. Ежедневно Светлане приходится видеть человеческое горе и встречаться с агрессией. Не случайно она говорит, что следователю надо быть хорошим психологом. Но затем сюда и пришла бороться с несправедливостью и делать мир немножко лучше. Ну, здесь как бы каждый день не похож на предыдущий. Профессия у нас такая творческая достаточно. Каждое уголовное дело – это новая история. Каждый материал проверки – это тоже новая история. Свободного времени, правда, практически нет. А те крупицы, которые достаются, следователь Светлана Бирюкова старается максимально провести с семьей. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В новогодние праздники на Лыбецком бульваре состоялся фестиваль ледовых скульптур, а в минувшие выходные повторить праздник решили в Спасском районе. В Орехово появились творения московских скульпторов на радость жителям и гостям. Зима – самое подходящее время для творчества. Именно так считают организаторы ледового фестиваля «Наша Орехова». Вслед за Рязанским фестивалем ледяных скульптур в селе Орехово Спасского района состоялся свой долгожданный ледовый праздник. Проект собрал всех желающих из окрестных сел и деревень, а также из Спаска и Рязани. Морозный трон, ледяная избушка, царевна-лебедь и символ наступившего года. Тигр. Ледяные композиции в Орехово были, может, и попроще, чем в Рязани, но магия создания скульптур никого не оставила равнодушным. Приезжали большие энтузиасты и наши большие друзья, партнеры. Поэтому, собственно говоря, и сам проект, он больше носит социальный план, чем коммерческий. Поэтому ребята вложились своим интеллектом и трудом, а мы вложились и льдом. Поэтому хороший, красивый проект получился. Детишкам на славу будет фотографироваться, радоваться. Многие даже таких фигур и не видели. В основном, только в больших городах делают. А тут у нас, в нашем, как говорится, отдаленном местечке произойдет такое событие. Фестиваль словно погружал зрителей в самую настоящую сказку. Гимнасты на коньках выкручивали пируэты. Вовсю резвилась новогодняя тройка белых коней. Атмосферности добавляли местные и приглашенные артисты. Самая большая надпись наша Орехова одновременно стала и самой большой ледяной скульптурой. В вечернее время эти слова будут подсвечивать разноцветные огни. Я сюда езжу не первый год. Приятно, что это возрождение села. Приятно, что это возрождение традиций русских. Все здорово. Настроение прекрасное. Атмосфера чудесная. Приедем еще обязательно. У нас тут была заросль. Клуб не работал. Вот все, конечно, а он очень хорошо сделал. И для детей, и для взрослых. Очень хорошо. Очень. Мы прям довольны. Невозможно как. По словам организаторов, цель праздника – развитие существующего нового зимнего парка для отдыха всей семьей. Так что маршрут на зимние выходные может получиться и познавательным, и развлекательным. Герман Гущин, телекомпания «Город». На этом у меня все. Больше новостей на сайте телекомпании и в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова